Ребятульки, всем здорова, с вами Акомарачи, как и обещал, я выпускаю сразу же следующую серию, как только набирается 15 лайков. Набралось 15 лайков и новая серия выходит в свет. Так, теперь давайте под этим видео соберем 20 лайков. 15 лайков, вы что-то очень быстро справились и легко с этой задачей. Мне интересно, посильно ли вам собрать 20 лайков. Так что, ребятки, давайте 20 лайков и выходит сразу же следующая серия. А я постараюсь, чтобы эта серия была максимально интересная, продуктивная и, естественно, зацепила вас, да. А также инфа на экране, смотрите, кто не подписался, подписываемся. Далее, как вы уже заметили, я на озере Старый Острог, или Острог, Острог, наверное. Что здесь крутого? Крутого, да, практически ничего здесь крутого нету. Здесь я ловил плотву, плотву ловил, наверное, полчаса, может больше. Давайте посмотрим, что можно выручить. То есть, за плотву. За плотву у нас в кафехе есть заказ на плотву, что очень, очень даже прикольно, что мне нравится. Так, а что она должна была сброситься? Странно, что она не сбросилась. 7 штук надо сдать плотвы. Давайте сдадим самую мелкую плотву, самую такую незначительную. И получим... Гляньте, а что так странно, непонятно, да? О, вот теперь пошло дело, наверное, подлагнулась все-таки чуть-чуть. Самую мелкую плотву сдадим и получим за это денежку. И получим 31 монету. Как вы видите, монет у меня практически нету, потому что я все протратил на прокачку навыка, а именно на прокачку... Ой, сори, 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 ребята, не туда. На прокачку добычи наживок. Я так стремился добиться до приготовления сырного кубика. Но после того, как я все-таки достиг этой цели, я понял, что я абсолютный дурак. И не нужно было этого делать. Почему? Ну, потому что, во-первых, сырный кубик можно купить только на кори. Но не купить, а именно купить сыр, чтобы сделать. И второе, то что сырный кубик, я хотел ловить линя, но на него еще будут клевать и амуры, которые поломают просто в хламину мои, ну, мягко сказать, говеные снасти. И поэтому сейчас немного вот подзаработав, я предлагаю купить... Я немножечко там оборвал свои донки. Я предлагаю купить грузило. И отправиться опять ловить платву. Ну, там как бы и караси, и платва... А, кстати, и заодно ж на рынке все, естественно, продать, все толкнуть. Давайте зайдем на рыбный рынок. Еще плюс 22 монеты. В итоге у нас получилось А63 вместе, ну, плюс там покупка. Вместе, так сказать, с рынком. С рынком и с кафехой. А сейчас нам нужно бежать на то место. Бежать, я вам сейчас сразу же скажу. Нам бежать надо будет аж вот сюда. Поэтому сейчас приостанавливаю и бегу самостоятельно, чтобы вам не показывать. Итак, дорогие друзья, мы с вами пришли на место. Вот, вот это вот место, где у нас будут клевать караси. И, ну, по крайней мере, они должны клевать. А там посмотрим. Так, ребята, сори, как всегда, меня все отвлекают. Так, давайте пробовать. Давайте достаем спиннинги. И будем... Ой, спиннинги, донки. И будем закидывать. Закидывать, закидывать. Кидаем туда прям в рязку. Не боимся. Дальше даже можно кидать. Ничего страшного нет. Главное только не зашпуньялить туда в кусты. Ну, это можете поставить клипсу, чтобы туда не захреначить. А пока, то есть, кидаем так. Так, шестьдесяточку. Ну, это ветер, ветер. Я, кстати, очень близко кидаю. Вот здесь, вообще, тут должен клевать карась. Ну, клевала платва. Как вы видели, практически была одна платва у меня. О, видите? Вот это вот опасно, когда вот так летит. Потому что ветер, все дела, короче, может быть, может быть, зацеп. Ну, ждем. Итак, ребятули, спросил в чатике, на что клюет. Сказали, карасик идет на хлеб. Поставил две доночки, я вот среднюю и крайнюю правую, на хлебушек. И одну поставил на манку. Не знаю, как будет заходить. Давайте будем пробовать, будем смотреть. Если, действительно, на хлебушек будет заходить хорошо и будет клевать карасик, почему нет? Ну, по крайней мере, в чате люди ловят. Люди в чате ловят. О, о, на хлеб уже поклевка. Видите, да? Я теперь понял, как немножко ловить на донку. То есть, сначала мы катушечкой подтягиваем, а потом мы тянем, естественно, этот, ну, подсекаем. Опа. Поэтому, вот как-то так. Карась золотой. О, неплохой экземпляр. Вообще, походу, да, хлебушек будет красиво заходить. Поэтому ловим на хлебушек. И, как видите, вот 73, да, и уже опасно кидать. В кусты полетело. Поэтому, как бы, ребятки, смотрите сами. Кто будет ловить, если можете на глаз, то кидайте. Если нет, то используйте, наверное, лучше клипсу. Я, когда вот первый раз пришел, я же говорю, я пару раз... Ёперный балет, зацеп. Отлично просто. И опять, это крайняя удочка. Ну, что за пакость, я не знаю. О, слава богу, от снаска цеплера. Слава богу. Все. Давайте сюда тоже... Да что за фига. Поставим хлеб. И зафигачим, может быть, что-то их поймаем. Ветер все несет туда. Опасно, опасно. Можно зацепиться. Ну, и, в принципе, все. Будем сейчас ловить. Будем смотреть. Я надеюсь на очень хороший улов. Потому что караси, ну, как вы понимаете, караси это... Всегда старт. Это всегда деньги. Это всегда... То есть, карасик это... То, на что мы можем... На что мы можем заработать на данный момент. Потому что я протратился просто вообще основательно. Я протратил все деньги свои на вкачку наживок. И я считаю себя круглым дураком. Потому что надо было... У меня было там почти... Да не, почти. У меня было 550 монет вроде бы. Я их все слил. Сейчас, конечно, у меня есть 63. Но это ни о чем. Понятное дело. Надо опять копить. И копить где-то около 2000. Потому что надо покупать снасть. Такую, которая выдержит амура на сырный кубик. У меня даже есть, как бы, ребята, сырный кубик. Я его купил. Но... А, тут не показывают, да? Но, увы, я не могу сейчас на него ловить. Потому что амур мне сломает все снасти. А сломает донки. Но это надо еще 150 серебра, чтобы купить опять же эту донку. Надо все-таки аккуратненько ловить. В аккураточку. Вот карасики. И вот на этих карасях, я не знаю, как по гайду в инете в одном, говорил пацан. Уровня до 20 сидеть. Может быть, он, конечно, утрировал. До 20 это чересчур. Хотя, в принципе, тут есть... Вот... Девчонка. Она мне тоже говорила. Что до 20 на карасях спокойно сидишь и никуда не рыпаешься. Возможно, все люди правы. Поэтому не надо, наверное, придумывать какие-то велосипеды. Что-то изобретать и сидеть спокойно надо на карасях. Но... Дождь, конечно, портит все вообще. Вон люди говорят, что он дождь. Дождь, содолбал дождь. Дождь, во-первых, и комфорт уменьшает, и энергия падает с дождем. Такая. Итак, ребята. Тут в чате написали, что клипса 23. Я так понимаю, кидают прям туда. Вот прям туда, вот в двухметровую глубину. Давайте попробуем тоже туда покидать. Я не знаю, может быть так, может быть не так. Но покидать попробуем. Вдруг получится. Закинем, наверное, хотя бы одну и будем смотреть. Если рыбка будет клевать, то кинем туда все. И будем стараться ловить на хлеб. Если нет, то оставим здесь. Но тут пока глухо. Я так понимаю, потому что температура очень маленькая для карасей. Плюс дождь. Но, может быть, я ошибаюсь. Но, во всяком случае, рыбу здесь надо искать. И прям искать, искать. Если ты не будешь... Искать рыбу. Прям стараться. О, 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 о. Ребятки, 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 ребятки. Клевон, клевон. Клевон это хорошо. Клевон это хорошо. Это пока молчит. Значит, эту снасть мы опять кинем туда. Потому что... Ох ты, белый амур маленький попался. Значит, на хлебушек надо быть очень аккуратным. Если амурчик попадается. Как бы, не дай бог, амурчик не залетел такой хороший. Не факт, что он залетит. О, еще поклевка. Я, если честно, не вижу, блин, когда клюет. Потому что у меня почему-то звук вообще на минималку вырублен. Ну, короче, хрен с ним, ладно. Так, так, так. Ну, ну, джага-джага-джага плотва. Плотва зачетная, это тоже офигенно, ребятки. Поэтому плотву тоже ловим. Удилища слишком близко. О. А, ну да, у меня тут понаставлено. Пипец. В яме пока тишина, да. Как можете заметить, там где 2 метра, там тишина. Ни разу снастка не дернулась. Ну, не дернулась и хрен с ней. Главное, что те две у нас клюют. Это важно. Клюет и клюет. Все. Это важно, это важно. Ну, тоже клёп такой, да, вообще, как бы, ни фонтан. Ни разу не фонтан. Ну, потому что, наверное, дождь. Все-таки дождь и я сбрасываю на температуру. Карась все-таки тоже чувствителен к температуре, к давлению. Поэтому я это все скидываю на это. Так, плавленый срок давайте съедим. Повысит нашу... Ну, бодрость не знаю. У меня просто чай надо экономить. У меня чая осталось очень мало. И, как бы, покупать новый я не планирую. Потому что денег... Мои финансы поют романсы, так сказать. Новый пока не в планах. Чай. Поэтому как-то так. Да, в яме тишина. Прям глухая тишина. И тут тоже тишина. Хотя вылезло солнышко, наконец-таки. В принципе, о-о-о, пошло-пошло-пошло. Когда ловил плотву, клёв был, ну, хочу сказать, клёв был пободрее, чем на карасе. Но карась, если я не ошибаюсь, он вроде бы стоит подороже. Особенно если зачетный. Поэтому я, как бы, все внимание уделяю карасю. Ой, я немножко не туда кидаю. А отворачиваюсь, потому что... А, ветра нету, штиль. Надо, кстати, тоже на это внимание обращать. Я как-то небрежно немножко отношусь к этому. Надо на ветер тоже посматривать. Потому что ветер, это тоже тема нормальна. Иногда он, наоборот, помогает кинуть дальше. А иногда он, наоборот, наживку в сторону. Точнее, ну, грузилась, наживка уводит. Или там, не докидываешь, или еще что-то. Ветер тоже играет хороший роль. И вот, по-моему, у нас опять на третью поклевка. По-моему, да, что-то вроде бы есть, если не ошибаюсь. Или нету. Осечка. Я думал, потянула. Или, может быть, сорвалась. Ну, хотя, в чате не написано. Ну, все караси вон таскают. Один я, наверное, как лох. Штили, все равно туда летит. Теперь это место будет у меня долгое. Я не знаю, кому не нравится, наверное, можете не смотреть. Но ловить я буду здесь долго, это точно. Потому что я, как бы, хочу набить денег, купить удочки. Я думаю, надо купить мне хотя бы две удочки, чтобы идти... На этот. Это я просто в чате читаю, отвлекся. Купить две удочки, чтобы идти на Амура. Ловить Амура на сырный кубик. Если я не смогу этого сделать, то уж, блин... То уж, блин, будем сидеть на карасях до победного, пока я реально не куплю. Ибо... Как вы понимаете, ловить на какую-то хрень я не хочу. Опять закинем вязку. И будем ожидать. Перекидывать даже не знаю. Тут еще тоже влияет, знаете, есть ли у вас прикормка, нету ли у вас прикормки. Вот эта вся тема, она очень сильно влияет. Ох, только сказал, что нету поклевки и клюнул. Такой, наверное, под килограммчик точно. Наверное, клюнул. Ух ты, карась серебряная, что ли, не пойму. Или Амур. А, Плотва, ну, практически угадал, да. Под килограммчик под кило. Поклевка под кило. Ну, давайте, наверное, будем бросать туда все-таки в кусты. Было бы сказано, Герман. В кусты, а на самом деле зашпуливал куда-то в ерунду. Ладно, пофиг. Туда так туда. Там же сейчас у нас клюнуло, думаю. И сейчас клюну. Блин, давайте спросим у людей. На хлеб реально как-то вообще не клюет, я не знаю. Вот если вот я сейчас поставлю перловку, вы, в принципе, заметите, что на перловку клюет гораздо лучше. Гляньте, сколько рыбы я выловил. 47.20 показываю. Типа, это я далеко пробежал, что ли? Да нет, вроде бы, вроде бы там. Вроде бы в ряску все как полагается. Не, 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 не. Это не та точка, это он какую-то фигню показал. Но тут как-то нет даже. Ну ладно. Вот давайте вот эту вот крайнюю я перекину. Я вам сейчас хочу показать просто, что на этот, как вам, на овсянку плотва будет нормально здесь брать. Чтоб вы как бы убедились, что, в принципе, на данный момент актуально и можно половить. Ой, на перловку. Пока же перловую. Да или? Да, да. Чтоб вы поняли. А то скажите, я вас обману. Нет, я вас не обману. Реально, вот именно вот плотва тут вот клюет. И клюет хорошо. Ну, по крайней мере, вот клевало пока ловил. За полчаса, там, 30 сколько рыб я вам показывал. И вместе с этим 60 монет, вместе с кафехой. Это неплохо, я думаю. Блин, никого нету, лишь бы не за цепь только. Карасей люди таскают, да? Ну, чё-то как-то, блин, непонятно, как они их таскают. Чё-то как-то странно. Если честно. О, видели? Уже леска провисла. Ещё провисла. На третьей удочке 100 пудняк плотва. Вот, хопа-чан, всё, плотвичка. Пошла жара в хату. Вот плотва клюет вот нормально. Вот именно вот на перловку плотва идёт прям, прям хорошо она идёт. Поэтому на данный момент плотву именно здесь ловить можно. Давайте, наверное, ещё и среднюю поменяем. Удочку поставим тоже на плотву. Зарядим сюда перловочку и будем ловить плотву. Потому что, сами понимаете, без плотвы денег не будет. А на карасиках чё-то как-то тухляк. Ещё на вишню можно плотить. Видали? Вот уже клюёт. И как бы вы понимаете, да, что рабочая эта тема. То есть я как бы не вру, не обманываю. То, что если прям туда вкус летит, прям туда за него, это не страшно. Главное, чтобы не зацеп был. Всё ерунда, главное, чтобы не зацеп. Рыба там есть, она вот клюёт и она чувствует себя просто великолепно. В той тине, ряске, в тех кустах. И вот туда вот кидаешь. И вот зачётная плотва прям вот фигачит оттуда. Поэтому кидаем свободно. Ничего страшного в этом нет. Всё, в принципе, офигенски у нас. Офигенски, по-джентльменски. Они как будто все в одной точке. Течением снесло. Все донки, все в одну точку. Но, бога ради, лишь бы только клевало. Лишь бы только клевало, лишь бы было всё тщётком. Ой, как видите, третья удочка опять поклёвка. И опять у нас плотвичка по-любому. Как видите, клёв идёт. И идёт он бодренько. Вот это вот чисто мой инет, ребят. Поэтому, увы, сильно нет. Это чисто инет. Итак, ребят, ну, в принципе, точка дельная. Рыба ловится, рыба клюёт. Вот, сейчас, конечно, клёв чуть подухучился. Но, вот, не считая вот этих вот рыб. Ну, вот это, конечно, считаем. Вот этих вот, не считаем, четырёх. Вот это всё было поймано, ну, буквально минут за десять. Я думаю, результат неплохой. Неплохой. То есть, так как мы ловим без прикорма, без ничего, рыба клюёт довольно бодренько. Я считаю, что это очень хороший результат. И ловить здесь можно. Вот опять начинаются провисания. Это значит, опять ещё одна рыбка у нас на крючке. И это просто отлично. Как по мне. Плотвичка ловится много зачётной. Поэтому всем настоятельно рекомендую прийти на это место. Координаты видите на карте. Сейчас открою саму карту. Покажу, где это находится. Чтоб все люди ориентировались. Вот. И кидаю я именно вот сюда. Вот по вот эту вот ряску. И ловлю. Сейчас идти продавать рыбу, которую наловил, не буду. Потому что её мало. А вне видео половить не могу. Надо срочно рендерить видос. Иначе завтра не успею вам его выложить. А 15 лайков уже набрали, естественно. Поэтому на этом видео набираем 20 лайков. И стартует новая серия. Поэтому всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте большие пальцы вверх. Естественно подписочки. Все дела. Чекам инфу на экране. И всё как положено. И также советуйте места. Советуйте, куда вкладывать навыки и так далее в комментах. Это будет очень круто. Всем огромное спасибо. И до скорых встреч. Пока-пока.